Семилетний Матвей Пономарев кисточку взял, но работал ей неохотно. Оказалось, рисование для него самое нелюбимое занятие. Но тут мастер-класс решил дать оператор. Сначала снимали вместе, а уже через 15 минут Матвей приступил к самостоятельным съемкам. И главным героем стала, конечно, мама. Рукой поможи, и снимать гораздо интереснее. Миша взялся мастерить игрушку из фетра, но привлек его не столько материал, сколько другие мастерицы. Потому что тут красивые девушки. И потому что мне что-то понравилось оставать. Посмотрев мастер-класс скраббукинга, Вика Зубрилина решила сделать открытку. Но сначала попыталась украсить наш микрофон. Какую ты будешь делать открытку? Вот эту. Мы решили с юбилеем. У меня был юбилей недавно, 8 апреля, 30 лет. Будет маме подарочек, да? Минисатор проекта «Особенное детство» Александр Ищенко считает, что достоверную информацию о проблемах развития таких ребят можно получить только от родителей. Во-первых, нужно менять психологию чиновников. Во-вторых, нужно менять отношение общества к инвалидам, к теме детей с особенностями здоровья. Нужно менять отношение детей, которые учатся в школе и которые не имеют проблем со здоровьем. Это детки с опорно-двигательным аппаратом. Детки, у которых нарушение интеллекта есть, они нуждаются в более психологической поддержке. То есть, даже если это какой-то кружок рисования или спортивная секция, должны быть психологи. Итогом встречи стали два десятка предложений родителей. Часть из них можно решить на местном уровне, а некоторые требуют вмешательства областных властей. И председатель парламента пообещал содействие. Олеся Слынько и Сергей Вишняков, Дон-24, Новочеркасск.